Очень хорошее время было в Духовной Академии. Много доброго времени было в Духовной Академии. Я познакомился хорошо со служителем, которые несут служение в Каире. Много доброго, если запознах со служителями, которые носят служение в Корее. В Каире. Каир. Каире. Да. Египет. Египет. Там тоже наша миссия. Там все, что наша миссия. Церковь растет уже и разрастается, слава Богу. Церковь растет и все разрастается, слава Богу. И вчера я проводил служение в Стамбуле. И вчера водил службу в Истанбул. Я хочу немножко вашего времени занять. Искам, чтобы вы займите малое время. Потом у нас будет еще один проповедник. Следующий имаме еще один проповедник. Который недавно приехал из Ирака, из Кувейта. Который скоро вернулся от Ирака. Из Сирии. От Сирии. Ну, там все рядом. Ирак, Каир. Ирак, Каир, Сирия. Всичко на близок. Хочу сказать о том, что вы... Как? Марком. Марком, да. Каждое утро мы молились в Академии. Там молитва начинается с того, что громко называют Ярап, Ярап, Ярап. Всяко сутринь се молихме в Академии, и там вся молитва та сутринта започвалась с Асам Рап, Асам Рап, Асам Рап. Не, 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 Ярап, Ярап это на турецком языке Господь. Я извиняюсь. Это Господь, 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 Три раза. Но если в Корее кричат чую, 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 так в Турции сейчас кричат Ярап, Ярап, Ярап. Я тоже поначалу не понял, я думаю, они проозглашают, что мы рабы. Я тоже так, Ярап, Ярап Господа Иисуса, да. Ясно, что ясно Рап, но Господь Иисус Христос. Ну, выяснил, что совсем другое значение. Но после я разбрах, чейма другое значение. И вот я, знаете, я увидел, что была нужда, меня даже об этом немножко попросили. И видях, чейма нужда, и даже мы помолях за това. Попроповедовать немножко о дисциплине. Проповедовать малко за дисциплине-то. О послушании. Потому что в этих странах нужна дисциплинированная церковь. За что-то в тези доржаве треба дисциплинированная церковь. Потому что там шаг в право, шаг в лево и может быть очень опасно. За что-то там има стъпка от дясно, стъпка в лево и вече ще е опасно. Например, один брат захотел на балконе вывесить флаг Израиля. Например, один брат искал да сложи флаг на Израил на балкона, на террасата. В Стамбуле. В Истанбул. Мы сказали, ну, палестинский флаг ты можешь складывать. И на него сказали, че палестинский флаг можешь да слагаш. Но израильский флаг не надо. Но израилский не можешь. Потому что может сразу прийти или полиция, или окна забрасает бомбами. Да, иначе можешь да дойде полиция, или някой ще хвырли бомби по твоето прозорец. И вот я проповедовал вчера на эту тему. И аз вчера проповедвах на тази тема. Я вспомнил свое военное прошлое. Сетих се за военное ми минало. Ну и коротко так скажу мысли. Хорошо, я думаю, что вам понравится. Кажа кратко добра мисъл. Мисля, че ще ви хареса. Мне нужно будет место немного. Ще ми трябва малко място. Чтобы это показать. Сдагу покажа. Как спортсмена меня отправили. Кто-то из вас уже знает спецподразделение. Как спортистите сами испратили во спецподразделението. Я учился в учебном батальоне. Учихся в учебный батальон. В городе Тюмень. В крат Тюмень. Воинская часть 67-15 до сих пор помню. Воинна часть 67-15. 67-15. 40 лет уже прошло. Я помню как вчера. 40 години са минали. Аз се сещам за това. Сякаш е било вчера. Я помню, что знаете. Я даже в это когда-то не верил. Даже преди не съм вярвал в това. Я попал в первый взвод специального назначения. Спецназначение. Попаднах в първо войско на специално подразделение. И там каждое утро начиналось так. И всяка сутрин там започвала така. Забегал дневально и кричал. Рота подъем. Дневальный. Ну дежурный. Влизал я дежурный и викал рота ставайте. Да. Ставайте. Можете подниматься. Там таких слов нету. Ставайте. Там няма такива думи като ставайте. Там подъем и мы должны просто взлететь. Когато не викат така, трябва веднага да станем. Вы знаете за какой период должен построиться взвод. И за определено време всички трябва да се организират. Кто-то сказал, пока горит спичка. До като, някой каза, до като гори кибрита. Это 22 секунды примерно. Това е около 22 секунди. И мы подумали, это вообще возможно. И не помисляхме, возможно ли этоова. Ну, первый день мы все, конечно, не встали так. Первый день, естественно, не станали толково борзу. И второй день тоже не встали. И второй день, со что? И потом по взводам, по отделениям нас разобрали. Командиры отделений. И после они собрали командирите на отделение это? И давай нас шмуштровать. Дисциплинировать, гонять. И започнах это не дисциплинират. И вот спички поджигают, и мы вот так быстро встаем. Раз, два, три, четыре. Палят кибрита и не трябва доставами толково борзу. Одно, две, три, четыре. Не знаю, наверное, полкорабка спичек он точно сжег. Половин кибрит со сигурности изгорел. Но мы все не укладывались. Но не успевах мы доставами толково борзу. Ну, то есть мы пытаемся. То есть не сеупитвами. Мы стараемся. Не се стараем. И мы не укладываемся, пока горит спичка. И не можем допустить этого время. И наш сержант, командир отделения говорит. Наш сержант, командир на отделение доказывал. Я хочу, чтобы вы что-то поняли. Искам, вы нечто разберете. Что? Какво? Возможно ли это вообще, чтобы солдат за 22 секунды стоял в строю. Весь все застегнутый. На все пуговички, ремень. Чтобы сапоги. В те годы были портянки. Не было носок. Были керзовые сапоги. Возможно ли за 22 секунды войника да се увлече толково добре. Всичко да муе закопчано. И да има и кулант, да има и бутуши. Всичко да е на мястоту. А я скачил, в штаны влетел. Пока одну портянку завязал, 22 секунды уже прошло. И аз, като ставам, скачам в панталона, започем да в разлом бутушта и вече 22 секунды заминали. Я старался. Аз, я стараюсь. Я говорю, у меня такое чувство, что это просто невозможно. Я скажу, мимом чувство, че тване е возможно. И сержант говорит, это правильный ответ. И сержант таказва, твай правил не отговор. Вообще, по идее, это невозможно. По принципу твай невозможно. Даже чтобы один человек за 22 секунды встал вот так в строю и без застегнутый. Дори один человек, да успеет така за 22 секунды, да стои в строя вече, да езу копчан и бутов. Моя обязанность сержантская вас научить. Но моята отговорность сержантская е да ви науча. Как сделать это возможно? Как да го направите возможно? Потому что вы страдаете перфекционизмом. Защото вы страдаете от перфекционизм? Вы знаете, в церквях очень часто верующие застревают на своем перфекционизме. В церкви ти много често верващите успират над своя перфекционизм. Так хочется, чтобы все было идеально. Много се иска всичко да бъде идеално. Но в бою это не помогает. Но в битката това не помага. В бою очень важно, чтобы это было эффективно просто. В битката многое важно да будешь эффективен. Максимально эффективно. Максимально эффективен. И в данном случае перфекционизм только мешает. И тук перфекционизма само пречи. И он говорит, вот смотрите, что вы делаете. И той казал, погляняйте, как вы правите. Какие ошибки? Как вы грешки? Давайте с нуля. От нула да започнем. Вот ты вскочил, показывает на одном солдате. Это тук си станал, показывал ворху диняву нит. Он вскочил, говорит, ну я надеваю штаны. И той каза ими, ставам, увлечем панталона. Извиняюсь за пикантные подробности. Застегиваю пуговички. Закопчавам бутона. Как это называется? Эдди. Как... Не, Николан. Копчета, копчета. Закопчавам копчета. Начинай за сегодня пуговички. Започвам да закопчавам копчета. Сержант говорит, забудь про эту ширинку вообще. И сержанта казва да забравиш за това. Губишь время. Губишь время. Застегни только одну верхню пуговицу. Закопчай само горното копче. Все, а что дальше? После. Гимнастерку быстро одеваю. Слагам горница отгоре. Что дальше? Опять копчета, копчета, пуговица. Вот там на татах вот нового копчета, копчета. Забудь про пуговицы. За брови закопчета. Запихнулся. Сложил все така. Ремень сверху одел. Кулана все сложил от горы. Это сухопутная войска здесь сидит адмирал морского флота, поэтому я думаю, что на морфлоте немножко по-другому. У вас за сухопутнее... Да, немножко есть отличия. Ну, одеваешь ремень сверху, кулан. Слагаешь кулан. Ширинки не было. Вот отличие. Мы узнали отличие. Слагаешь кулан отгоре. Ремень одел, что дальше? Кулана си сложил, какво нататък? Ну, и потом я, соответственно, надеваю пилотку. Соответно, слагам шапката. Смотри, надеваешь ремень сверху, застегнул. И той казва, погледни, слагаш кулан отгоре, закопчал си го. Та пуговица, которая оказалась под ремень, не надо ее застеговать. Теряешь время. Това копче, което е под кулана, всъщност не го закопчавай, купиш время. Застегвать пуговицы будешь на бегу. Ще закопчаваш копчетата, докато бягаш. Побежали строиться. И бягате да се построявате. Что касается портянок. Какво се касае бутуште. Портянки вы еще вчера должны были вот так сложить аккуратно, как вот такой вот. Плик. Какво се касае портцалите. Порцалите. Надо их вчера еще сложить аккуратно, вот такие конвертики. Още вот вчера треба даги сложиш, кату. Чтоб не тратить время. И положить их в карманы, в левый и в правый карман. Да, и даги сложиш в джубовете, вот зя сною от ляву. Запрыгнул в сапоги. А, скочал се в бутушите. На портянки времени не тратим. Не губиш за порталите времето. И побежали, и побежали строиться. И пока там стоишь, строишься. И докато стоишь там в построяването. У тебя есть несколько секунд, чтобы петельку вот эту застегнуть. И раз, два, три, четыре пуговица. И раз, два, три, четыре пуговица. Забрать гимнастерку, сделать там складочку так аккуратненько. Руки высинул. Слака всичко как-то треба. Рацейте така. И звучит команда смирно. И има команда. Мирно. И ты не имеешь права даже дернуться. И нямаш право да мръднеш даже. И потом командир взвода проходят вот так и делают проверку. То, как, что, успел, не успел. Командир на взвода минава и проверява кой, какво, как е направил. Через какое-то время весь взвод стоял уже в строю за 22 секунды. И след время всички все стояли в строю за 22 секунды. И так было каждое утро. И так было всяко сутрин. Потом это было три взвода. После собили три взвода. Это целая рота. Това целая рота. И опять же дежурный кричал, построение на плацу. Рота направо и пошли. Побежали вниз. И после какого? Рота, построение на плацу. Рота, постройся. На долу. Мы бежим вниз. Не бегаем на долу? На долу. Там целый батальон выстраивается, ну, как по подразделениям. Там целый батальон се построявал по роте. Три роты. По три роты. И выходит командир батальона. Излиза командира на батальона. Он может нас проверить. Он может нас уже посмотрел. Так прошелся, посмотрел. Или просто до подминяя. Ну, суть в том, что... Смотрите, почему я это рассказываю. Слышно, споглядните, за что рассказываем това. Очень важно в армии подчинение. Многое важно в армии это подчинението. Дисциплина. Дисциплина-то. Порядок. Ред. Если бы с нами сержант не поделился секретами... Сержанта, ако не бис поделил секреты с нас... Мы бы никогда не смогли за 22 секунды уже стоять на построении. Не бихме могли да стоим за 22 секунди вече в строя. Может, тем более там уже дальше как-то продвигаться. А на вече да ворвим някоден нататок. Для нас это был определенный тест. За нас това е било като тест. Кто не успевал... Което не успевал... Тот отчислялся. Той се отчислявал. Просто выбывал. Просто излизал. Ну, понятно, что в армии есть жесткая дисциплина. Разбираться во казармата има жестокая дисциплина. За какие-то нарушения могут быть замечания. За някакви нарушения има забележки. За какие-то серьезные нарушения. За някакви серьезные нарушения. Мог последовать трибунал. Можда ворвить суд. И человек отбывал в дисциплинарный батальон. И человек отбывал в дисциплинарный батальон. Ну это можно предположить, что батальон, где учат еще более жесткая дисциплина. Можем да предположим, что батальон, где учат на още по-жестокая дисциплина. А то он звучит дисбат. Така и звучит дисбат. Но если и там человек не справляется, то он туда уже может идти по эти этапы, может куда-нибудь в колонию. Вече някъде от там го пращат в колония. И ему напишут справку, что не годен. Вот знаете, я вот читаю, что армия Иисуса Христа призвана быть еще более дисциплинирована. Знаете, сегодня я служу в армии Иисуса. Да, вот это Ирина лично касается. Това си касай Ирина лично. Нужна более строгая дисциплина. Трябва да имаме по-строга дисциплина. Я прибыл туда в академию. И аз тогава бях в академия. Там служители корейцы. Там служителите са корейцы. Мне сказали, нужно научить людей, которые не корейцы, нунчи. Казали ми са да научим хората, которые не са корейцы, нунчи. Пастер Андрей знает, что такое нунчи. Что такое нунчи? Какое нунчи? Ну, это жесткая дисциплина, корейцы. Твое твердое дисциплина. Глубокое почитание. Твое долбокое почитание. Вы знаете, в армии дисциплина построена на чем? В армии-то дисциплина-то се построяла вверху какво? На страхе. Вверху страха? Ну, мы понимаем, какие будут последствия. В армии Иисуса Христа на чем построена дисциплина? Вот я в армии Иисуса сегодня. Я подчинен. Надо мной стоит епископ, над ним еще архиепископ. И я нахожусь в послушании. Но я служу Иисусу. Только потому, что я его очень сильно когда-то полюбил. Это моя единственная мотивация. Я служу Иисусу. Потому что я его люблю. И это дает мне мощную мотивацию. Почитать его. Почитать его служителей. И быть им в подчинении. Вот так, например, Элисей был в подчинении у кого? У Ильи, да? Мы все это знаем. Элисей был в подчинении на Илья. И потом принял от него не только его помазание. И после приел от него не само некое помазание. Он принял от него двойное помазание. Но и приел двойное помазание от него. Скажи аминь. Скажи аминь. Слава Богу. Правда, потом это на мне сказалось. После армии. Того я оставил отпечаток в архумения. Я дембельнулся. Как это вот? Я даже не знаю, как это сказать по-русски. Уволился из армии. И я иду по улице, как-то в Тюмени это было. Весна 86-го года. Пролет на 86-й година. Иду себе, как хорошо. И вдруг из-за угла выходит генерал-майор и генерал-лейтенант. Это, правда, были другие войска. Где собили другие войска? Такие, ну, голубые, предполагаю, авиационные войска, скорее всего. Ну, думаю, какая разница? Если я сейчас честь не отдам, они могут сообщить, и там военная полиция меня будет искать. Я думаю, надо сейчас это все просто сделать. И я прохожу мимо них. Я посмотрел равнение на генералов. Приложил руку к виску. На правих така. Левая рука прикладывается, средний палец идет четко по шву. Левая рука, средняя просто ворви точно по щева. И пошел. И ворви. Носок тяну. Носок тяну. Шаг печатаю. Стопка-то я отпечатываю. Иду, и каждый шаг такой прямо вот сильно пыль летит уже, подымается у меня из-под ног. Ворви. Всякая стопка просто прохоз и воздигав воздуха. И вот мимо этих генералов и вот так просто вот так ну четко все. Спина прямая. Я себе говорю там как-то напоминаю. Ну все, все. Отчеканил каждый шаг. Прошел мимо. Ну думаю, надо от этих генералов текать быстрее. И вот я шагаю, шагаю. Тут за угол там направо, направо и пошел, и пошел. Думаю, только бы быстрее, быстрее. Ну чтобы уже оторвался, слава богу. Да се отървел тях. Генералов не видно. Генералите не ги виждал. Думаю, ну вроде бы я все правильно сделал. После мисля, эми сигурно всичко правильно но какие-то глаза были у генералов, какие-то ошарашены. Но някак и очите на генералите си били малко изплашени. Что я сделал неправильно? Какво съм направил неправильно? Я смотрю так на себя. Поглеждам върху себе си. А я в гражданки. А аз съм в обикновение дрехи. На мне рубашка, штаны, кроссовки, фуражки нет. Честь к пустой голове не прикладывают. Просто я думаю, что они интересного мне подумали вообще. Ну, думаю, больной какой-то вообще. Сигурно помысли, хочется малко болен. Думаю, с другой стороны, если больной, то откуда такая выправка и что вот так все четко вот так вот и ушел куда-то. А по другому стороне, а кое болен, как же тебе ворвить так? И вот, ну, то есть я себя ловлю, вот я почему этот случай вспомнил. А за что с этих затаз и случка? Ну, потому что вот мы иногда бываем, вот, ну, доводим себя до какой-то муштры. Вот, и как-то меня один сержант спросил, вот если я тебе сейчас прикажу, а у нас батальон был трехэтажный, вы были на третьем этаже батальона. Заповедь. Спрыгнуть с третьего этажа. Ты спрыгнешь? Я говорю, ну, если это какая-то экстренная ситуация, то я спрыгну. А это очень высоко. А мы стояли как раз возле открытого окна, там уборка была. А там внизу асфальт. Это даже не земля. И ты, говорит, погибнешь. По-любому погибнешь. Ну, если надо погибнуть, то погибну. И я скажу им, ако треба да загинаешь, ты загинешь. Вот я говорю сейчас про грани. Всегда казвам по программа. Про грани. Про грани. За грани. Крайности. За крайностите. О том, что, ну, быть в послушание, это хорошо. Да бъдешь в послушание, то и добре. Но если тебя что-то требует такого. Но ако искат от тебя нечто подобное. Ну, то, что не соответствует священно писание. То, а което не соответствует на священното писание. Что-то такого, от такого человеческого. Нещо човешко. Ты не обязан это исполнять. Не си длежен да го исполняваш. Потому что мы должны помнить всегда кому мы служим. Защото ни винаги трябва да помним на кого служим. Мы служим не людям. Не служим не на хората. Мы служим Господа Иисус Христу. Не служим на Господа Иисус Христос. И я уже заканчиваю. Я свечи приключу вам. Я еще раз вот напомню в первом послании к Коринфянам. В третьей главе там с самого начала написано. Одни говорят, что я Петров. Другие говорят, я Павлов. Третий говорят, я Аполосов. А четвертый говорят, я Христов. И вот кто-то приходит в церковь. Выбирает себе пастора. Избирает себе пастор. А вот у меня пастор Геннадий. Геннадьевцом. А мне вот пастор Андрей понравился. Я буду Андреевцем. А мне пастор Роман нравится. Я буду вообще Романовцем. А кто-то придет и скажет, я вообще людей не воспринимаю. А някой еще дойде и скажу, аз хората не ги восприниму Я служу только Христу Я Христов И вы знаете, вот здесь апостол Павел говорит о крайностях О том, что одни люди служили людям Идните хора с служили на хората А другие люди говорили, что они якобы служат Христу Но не подчиняюсь людям Но вы знаете, и то, и другое это крайности И това, и това, сакрайностите. Где золотая середина? Где золотная среда? Вы знаете, когда мы не служим власти, установленной Богом, не признаем ее. Мы также не признаем власть Бога. Не с уж, что така не признаем власть Бога. Которую эту власть дал. Но когато той дал тази власть. Потому что Бог это так установил. За что-то Бог така направил. Написано, Бог поставил церковь свою. Пище Бог и поставил свою церковь. И поставил одних. Помните, да? Апостолами. Пророками. Евангелистами. Пасторами и учителями. Пятигранное служение. Признаем эту власть, признаем Христа. Не признаем эту власть, не признаем Христа. Апостол пишет. Ты говоришь, что ты любишь Бога, а брата своего ненавидишь. Апостол пишет. В смысле, ты обичаешь Бога, казва, что обичаешь Бога, но мразишь брата си. Понимаете, о чем я говорю? Разбираете ли за какого говоря? Где золотая середина? Кде золотната среда? Очень важно прийти в церковь. Многое важно да дойдешь от церквата. И действительно реально найти служителя. И да си намериш служителя. В котором ты будешь видеть. В когото ще виждаш. Христа. Христос. Его помазание. Нековото помазание. Его характер. И слушая, подчиняясь этому лидеру. И слушая, подчинявайся на този лидер. Лидеру прославления. На лидер на хвалението. Молитвеного лидеру. На молитвение лидер. Пасторам. На пасторите. Ты на самом деле подчиняешь Иисус Христу. Чище се подчиняваш на Иисус Христос. И слушаешь только то, что соответствует Евангелию, Библии. И имеешь полное право сказать. И имеешь полное право докажешь. Пастор. Пастор. А вот этого в Библии не написано. А твово в Библии не го опиши. Вот этого я не обязан исполнять. Твово не требовало го исполнявам. Вы что-то от меня требуете непонятное. Искайте от меня нечто. Аминь. Аминь. Заканчиваю. А с дней с приключевым. Почему-то захотелось поделиться этим. Для меня таким хорошим словом. Просто миссия поискащи да споделятся с вас твово дубро слову. Оно важное. Твое важное. Нужное. Нужное. Видно, мы сейчас входим в такой период. Ни сега влизываем в такой период. Когда Господь от нас ожидает какого-то более твердого послушания. Куда-то Господа очакивает нас по тверду послушания. Потому что, как я уже говорил, мы сейчас входим в те страны. За что-то так как-то казом. Ни сега влизываем в тези стране. Где нужна хорошая дисциплина. Когда это требует добра дисциплина. Не армейская дисциплина. Не та же от казармата. А христианская дисциплина. А христианская дисциплина. Аминь. Аминь. Я приглашаю сегодня брата Эди. Искам допекания брата Эди. Давайте поприветствуем брата нашу. Догу поприветствуем. Спасибо.